Дети стали невольными свидетелями гибели своих родителей, двух сестер и полугодовалого брата. Шокирующие детали ДТП на трассе Чебаргуль-Уйская рассказала родственница погибшей семьи. Наш корреспондент встретился с пенсионеркой, которая теперь воспитывает осиротевших мальчиков и узнал новые подробности трагической истории. Айдайте домой, айдайте, я вам что-то дам. Айдайте, айдайте. Клавдия Балакина для своих внуков теперь не просто бабушка, а еще мама и папа в одном лице. Воспитание осиротевших мальчиков легло на плечи пожилой женщины после трагической гибели их родителей. Дочь пенсионерки Антонина Ярина вместе с супругом и тремя детьми погибли в ДТП летом прошлого года. Страшная авария случилась на трассе Чебаргуль-Уйская. По версии следствия, семья Яриных возвращалась домой на мотоблоке по проселочной дороге с местного кладбища, когда транспортное средство пересекало автомагистраль, в него на полном ходу влетела легковушка. Удар был такой силы, что пятеро членов семьи, которые находились в мотоблоке, скончались на месте. Лихачом оказался местный житель Алик Хусаинов, который, по версии сыщиков, на момент аварии был пьян. Водитель ВАЗ-2199 после совершения ДТП бросил машину и покинул место происшествия. После течения двух часов водитель был задержан и находился в нетребовании состояния. А вот Артема с Никитой спасло лишь чудо. В день трагедии мальчики гуляли в лесу с соседкой. По словам бабушки, за мгновение до трагедии соседка позвонила семье мальчиков и передала им трубку, когда на вызов ответила старшая сестра. Скажите ему, что он не плакал, пусть идет домой, мы подъезжаем к дому. И скрип все, они это слышали. И когда я подошла к ним, они меня как кинулись оба. С одной стороны, я их обняла и говорю, баба, баба, а что папка с мамой за нами не приедут, а что папка с мамой к нам погибли, да. Бабушка сначала боялась рассказать детям правду. Малыши даже не были на похоронах. Мальчики надеялись, что их родители, сестры и братик живы и находятся в больнице, пока не увидели в сети кадры последствий той жуткой аварии. Стоит отметить, что лихач ни разу не позвонил родственникам погибших и не предложил никакой помощи. Даже извинения Хусаинов принес только в зале суда и то, стоя спиной к потерпевшей стороне. Просто, если по-человечески сказать, для него нет наказания. Нету, почему в нашей стране нет для него наказания за семью. Это в районе не помнят такого случая, чтобы погибла семья. Вот и все. На последнем судебном заседании открылись новые факты. Наличие алкоголя в крови погибших супругов и серьезное заболевание у подсудимого. Пенсионерка подозревает, что медицинская экспертиза могла быть сфабрикована. Женщина предполагает, что Ярины не пили спиртное. Несмотря на это, бабушка надеется на справедливый вердикт. За статью 264, часть 6, предусмотрено наказание максимально в виде 9 лет лишения свободы. За статью 125, главного кодекса составления опасности, предусмотрено наказание максимально до 1 года лишения свободы. Адвокат Хусаинова попросил у Фемиды время, чтобы подготовиться к прениям. И ходатайство было удовлетворено. Теперь суд продолжится только в апреле. Продолжение следует...